Дмитрий Иванович, что сейчас читаете? Знаете, я читаю большей частью мемуарную литературу. Вот совсем недавно закончил читать дневники Корнея Ивановича Чуковского. Он вел их на протяжении всей жизни. Это потрясающий документ, конечно, и удивительнейший человек. Вот у нас в памяти, ну или в нашем бытовом представлении такой дедушка Корней, который писал детские сказки и был очень благополучным, процветающим советским писателем. А у него была тяжелейшая жизнь, просто тяжелейшая. И в личном плане, и в творческом. И, кроме того, я понимаю, насколько он недовысказал себя, не полностью раскрыл свое творчество. Он очень многие свои замыслы не реализовал. И много сил у него ушло на работу, которая, хотя и очень важна, но все-таки не дала ему возможности реализовать весь свой талант в полной мере. Это была редакторская работа, литературоведческая работа. Он редактировал множество изданий, собраний, сочинений других писателей. Причем занимался часто такой механической работой по выверке каких-то дат, сведений, проверке. Ну, дело не в этом. Просто это очень интересно. Переводческая работа. Это не совсем была переводческая работа. В плане рутинности такой и вот дотошности, что ли, да? Выверения всяких моментов. Ну да, он был перфекционист. И жизнь у него была очень сложная. И жил он в трудную эпоху. Так что эти дневники, которые занимают, кстати, три тома, они очень интересно раскрывают и эпоху, в которой он жил, и людей, с которыми он общался. Я там много узнал про Илью Ефимовича Репина, с которым он дрожил. И, кстати, мне стал понятнее тот просто удивительный, замечательный портрет Корнея Чуковского, который Репин написал. Он недавно демонстрировался на большой выставке Репина, где я побывал. И он меня тоже очень вдохновил. Спасибо. Понятно, да. А какую музыку слушаете? Я слушаю классическую музыку. Она приводит в порядок мысли, как никакая другая. И только классику, да? Репинфицирует душу, да, классику Моцарта, Баха. Понятно. Хорошо, Дмитрий Иванович, сразу вопрос такой вам, как специалисту широчайшего профиля, который работал и с устным, и с письменным переводом, и с художественным, и с техническим, с любым. Какой вид перевода вам доставляет лично наибольшее удовольствие? Ну, вы знаете, вообще не совсем зависит от жанра. Мне доводилось переводить и художественные произведения, которые не доставляли никакого удовольствия. Вернее, перевод которых не доставлял удовольствия. Я даже расскажу вам то, что еще никому не рассказывал. Один раз я, ну, это было очень давно, мне довелось переводить целый роман бывшего зэка, выражаясь жаргоном. Поскольку ко мне пришел, позвонил человек, сказав, что его направил ко мне Борис Григорьевич Рубальский, это известный был лингвист, автор учебников, ну, услышав эту фамилию, я не смог ему отказать. И он сказал, что предлагает мне перевести на английский свой роман. Ну, как источник заработка, это было тоже, в общем, интересное предложение. Но когда я начал его читать, это были сцены лагерной жизни. Хотя роман как бы был фантастическим, и он был предназначен для некоего конкурса фантастических произведений, который был объявлен в Америке. И вот этот бывший заключенный хотел направить свое произведение в Соединенные Штаты, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Слабоватый текст? Ну, понимаете, там тематика неприятная. И сцены, которые там описывались... Не с Луженицем, да? Нет, нет, конечно, нет. Это было, в общем-то, не доставляло мне удовольствия. Когда я закончил этот роман, его автор мне сказал, ну, я показал Борису Григорьевичу, он сказал, хорошо, переведено. Если получим премию, поделюсь по-братски. Ну, премию он, видимо, не получил, потому что больше от него никаких сведений не было. Ну, вообще, да, я люблю переводить художественную литературу. Я с огромным наслаждением занимался подготовкой сборника переводов Сергея Есенина, конечно. И еще вот одно из недавних произведений, которое я переводил с удовольствием, это была книга по популярной психологии. Автора по имени и фамилии Павел Сомов. У него русское имя, но он живет в Соединенных Штатах, и хотя и владеет русским языком, предпочитает писать по-английски. И вот он предложил мне перевести свою книгу. Она мне очень понравилась тем, что, ну, будучи психотерапевтом, автор очень внимателен к каждому нюансу словесному и смысловому, очень строит отточенные фразы, изящные конструкции. Ну и вся книга выдержана в таком очень утонченном ключе, поэтому мне доставляло огромное удовольствие ее переводить. И я буквально, вот разделывшись какими-то другими делами, выкраивая там час-другой в день на то, чтобы посвятить себя переводу этой книги, ну, просто ждал этой минуты, можно сказать, чтобы отложить в сторону все свои дела и заняться переводом этой книги. Понятно. Ну, а вообще, вам же доводилось и сложные технические тексты переводить? Да, да, да. Был дело, особенно вот, ну, когда я был еще моложе, и работал последовательным переводчиком, запровождал специалистов. Мне приходилось выезжать и на нефтепромыслы, знакомиться с промышленным оборудованием. И это, конечно, было, пожалуй, самой сложной тематикой. Буквально вместе со специалистами там разбирали какие-то детали машин, оборудования, насосов. И тут загвоздка в том, что ты должен правильно назвать каждый болт, каждую гайку, шестеренку и так далее. Словарь тут не помогает, потому что он приводит список каких-то возможных вариантов, и какой из них выбрать, ты не знаешь все равно. Поэтому все приходилось осваивать методом проб и ошибок. А может, есть какой-то у вас секрет или алгоритм максимально быстрого освоения новой тематики? Ну, секрета нет, но есть некий принцип. Ну, во-первых, я очень настойчиво прошу заказчика, если мне заранее сообщают, какой теме будет посвящен, скажем, симпозиум или конференция, на которую надо будет переводить презентации, предоставить мне все имеющиеся материалы. Если нет материалов актуальных, то хотя бы материалы, связанные с этой тематикой, может быть, за прошлые годы. Если этого нет, тогда я просто нахожу соответствующие статьи в энциклопедиях, каких-то других научных справочных источниках, и обязательно составляю себе глоссарий. Либо по материалам презентации, которые мне дают заранее, либо вот по тем источникам, которые я изучаю. Ну вот за глоссарией я сажусь, как правило, в последний день, предшествующий непосредственно работе на конференции. Работа над этим глоссарием, она помогает усвоить самую важную лексику. И когда ты вот его делаешь, выписываешь, упорядочиваешь... Конечно, я делаю его сразу в двух вариантах – англо-русском, русско-английском. То это очень помогает подготовиться. Это устный, да, перевод. А в письменном по ходу дела, по ходу текста? Или как-то заранее? В письменном, да, конечно. Если ты не ограничен во времени, то ты ищешь нужную лексику по ходу дела, потом возвращаешься много раз. Я, конечно, всегда перечитываю неоднократно сделанный перевод. Если есть возможность, откладываю его еще на несколько дней, потом возвращаюсь, смотрю уже свежим взглядом, иногда ужасаюсь написанному и корректирую вновь. А бывает так, что только... Хорошо, если ужасаетесь, а не пропускаете, как есть. Я думаю, это даже хороший признак. Ну, надо к себе... Да. Конечно. Критическое отношение к себе для переводчика, я думаю, такое основополагающее, да? Обязательно. Хорошо, Дмитрий Иванович, хотел перейти к такому важнейшему разделу вашей творческой биографии – лексикографии. И сразу задам вопрос, ну, возможно, немножко непатриотичный, но, тем не менее, мне очень хочется тут разобраться. По моим сведениям, в русском языке все-таки меньше лексических единиц, чем в английском. То есть в русском насчитывается около 100 тысяч, в английском – около 500 тысяч. Ну, во-первых, так ли это? А во-вторых, ну, давайте, во-первых, так ли это? Я думаю, что это не так. Да, в Эпстере даже, по-моему, 600 тысяч слов значится состав словника. Ну, понимаете, за счет чего он достигается? За счет огромного количества технических терминов, которые туда включены. А ведь в русских словарях, ну, особенно вот больших академических, где как бы максимальный лексикон представлен, они не очень туда включают техническую терминологию. Вот в 17-томном словаре 47-го и 65-го годов там было 120 тысяч слов. Сейчас, насколько я знаю, уже близится к завершению издания 30-томного академического словаря. Там их будет 150, заявленная численность. Но в 4-5 раз все равно получается разница. Да, ну вот, нет, это не в 4, но, наверное, раза в 3. Ну, может быть, 4 – хорошо. Но вот эти три четверти, они создаются технической терминологией. А потом давайте вот посмотрим по-другому. Возьмем самых крупных авторов, писателей на русском языке и на английском. Есть слова-языка Шекспира, есть слова-языка Пушкина. И они насчитывают примерно одинаковое количество слов. Даже у Пушкина немножко больше. У него 21 тысяча уникальных лексем, а у Шекспира 20 тысяч. Так что, я думаю, диапазон у нас лексически одинаковый. Кроме того, если взять, вот, скажем, словари средние, которые представляют основной лексикон языка. Ну, у нас это слова Режегова-Шведовой. Там где-то 70-75 тысяч слов. А на английском это «concise Oxford» и тоже те же 75 тысяч слов. Так что различий особенных в объеме лексики нет. Но я уже не говорю о том, что в бытовом, даже не только в бытовом, но вообще в нашей жизни мы обходимся там четырьмя-пятью тысячами слов. Ну, да, понятно. И англичане русские, да? Да. Все, спасибо. Успокоили меня. Я думаю, кого-то из наших зрителей тоже. Хорошо. Ну, а в целом, какой язык более вразительный, на ваш взгляд? Английский или русский? Можно так? Вы знаете, ну, опять-таки, рискованно делать какие-то широкие обобщения. Но вот я просто отмечу некоторые вещи, которые, скажем, специфичны для русского языка. Вот, ну, представьте себе такую ситуацию. Приходит к вам на работу сотрудник, чихает, кашляет, и вы ему говорите, что ты тут расчихался, ты мне всех людей перезаразишь. Нормальная, обычная фраза, всем понятная. И естественная. Но если вы возьмете слово перезаразить, то вы его не найдете ни в одном словаре русского языка. Почему? Потому что это оказионализм, образованный по продуктивной словообразовательной модели. И вот чем русский язык отличается от английского? Именно этим, что у нас огромное количество вот этих строительных блоков, морфем, который служит аффиксальному словообразованию. То есть мы можем формировать слова постоянно новые, 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 которых нет в словарях, но которые все равно будут всем понятны. И иногда это получается оригинально, интересно, необычно, то есть выразительно. Кроме того, много таких слов собрано. Вот у Солженицына есть слова языкового расширения. Ну да. Любил словотворчество вообще, да. Да, это опять-таки показывает потенциал и ресурсы нашего языка. Ну, вспомните фразу «Глок и Куздра», «Штека Булданола», «Бакрай», «Курдячит», «Бакренка» Льва Владимировича Щербы». Вот это как раз потенциал наших аффиксов. Я уж тут могу даже затронуть тему, которую нередко тоже обсуждают, о том, как, мол, богат русский язык матерной лексикой. Чуть ли не там словарь русского мата содержит что-то 20 тысяч единиц или больше. Как словарь Шекспира, да, или Пушкина. Но если разобраться, то все это в кавычках «богатство», оно создается именно вот этими аффиксами, словообразованием. А корней-то там 4-5, точно так же, как и в английском языке. Так что заслуга в этом, так сказать, минимом богатстве обсценной лексики вся лежит в некорневых морфемах, с помощью которых мы образуем и любые другие лексические пласты нашего языка. Да, не будем эти четыре корня перечислять. Да, Дмитрий Иванович, хотел еще, чтобы закрыть тему лексикографии, спросить про заимствование. Почему все-таки русский язык так вот стремится к заимствованиям? Ну вот, да, понятно, что есть синонимы русские, исконные слова. Но даже мне, честно, хочется иногда сказать какое-то заимствование, там, читить вместо обманывать. Какой-то в этом есть стиль, какая-то эмоция, вот какое-то, может, есть научное объяснение. Да, я не думаю, что здесь какой-то стиль присутствует. Я думаю, что это просто довольно понятное стремление к языковой экономии. Нам просто иной раз неохота задумываться над поиском подходящего слова, и мы быстренько приспосабливаем под структуру предложения то, что приходит нам в голову. Ну, так сказать, экономично, быстро, но, я считаю, для переводчика это все-таки неправильная политика. И, знаете, вот у меня был тоже случай, когда меня пригласили там перевести какой-то семинар в компании айтишной. Ну, они там все изъяснялись на этом вот англо-русском суржике. Но я этого не знал, и, в общем-то, не очень люблю этот регистр. И перед началом семинара они просто иностранным делегатам представляли своих участников и называли их должности. Причем все, конечно, должности были такими русифицированными. Ну, понятно. Причем сейчас это уже слово вошло в русский язык, а тогда оно еще было очень новым. Какое слово? В связи немножко прерывалось. Логистик. А, ну да. Слово логистик, да? Ну, вот, например, я его перевел. Это специалист по материально-техническому снабжению. И в таком же духе представил всех остальных сотрудников этой компании. И они потом подошли ко мне и сказали, спасибо вам большое. Мы впервые узнали, как наши должности называются по-русски. И что они означают. Да, ну, что они означают, я думаю, они были в курсе. Но, в общем, конечно, ничего страшного в том, что англоязычные заимствования входят в нашу речь, я не вижу. Я вижу проблему только в том, когда ими подменяют совершенно нормальные слова, которые звучат, ну, просто естественнее и красивее, на мой взгляд. Да, ну, просто молодежь, именно настолько я вот просто, ну, поражаюсь, когда вижу, как молодежь сегодня общается, там одни англицизмы. Там читер, не знаю, фрешмен, трек, вообще музыка вся. Холиварный, да. Да, да, да. И поэтому я спросил, что у меня такое ощущение, что в этом есть какая-то фишка, что ли, какой-то, может быть, протест. Ну, наверное, в этом есть желание тоже, как бы, лексически пометить свою принадлежность к некой группе, к общности людей, которые владеют этой терминологией. Это, естественно, для молодежи. Ну, опять-таки, повторяю, для профессионального использования переводчик, конечно, должен задумываться над тем, чтобы не сильно заанглизировать свою речь. И еще, мне кажется, очень важным не смешивать временные слои, временные метки. Вот иногда попадаются, например, фильмы в современном дубляже. Ну, фильм, например, 60-го года. Ну, и он заново переведен. И вот там герои изъясняются на совершенно современном жаргоне. Например, зацени, какая фотка. Ну, не говорили так в 60-е годы. И пока еще живо поколение, которое помнит эти времена, нужно избегать, мне кажется, такой стилистической, таких анахронизмов. Ну, жаргон, да, уже сильнее привязан к времени, чем такой язык, любой другой стилистический пласт. Да, хорошо. А вообще вы считаете, кстати говоря, коли уж мы о кино заговорили, читаете ли вы аудиовизуальный перевод отдельным направлением в переводе? Или это, в принципе, тот же художественный перевод? Ну, я думаю, что это разновидность художественного перевода. Просто там еще вступают в силу дополнительные ограничения. Если это перевод субтитров, то, соответственно, длина строки должна быть в определенных рамках. А если это перевод устный, то есть закадровый, то, естественно, длительность звучания играет роль. Кроме того, я сейчас замечаю, что иногда, когда делают закадровый перевод фильмов, то они буквально стремятся уложить русский текст, что называется, в артикуляцию, в губы говорящих. Иногда это очень даже хорошо получается. И я тогда просто не понимаю, зачем, почему тогда они делают полный, полноценный дубляж. Может быть, готовят этот перевод для дубляжа, а потом просто на него не хватает денег, и его уже зачитывают два актера за всех действующих лиц. Не знаю. Хорошо. Дмитрий Иванович, ваш замечательный, титанический, даже, я думаю, слишком слабый, тут будет эпитет для такого труда, русско-английский словарь на 110 тысяч слов. Сколько вообще времени требуется, чтобы создать такой труд? Ну, у меня на него ушло около 10 лет. С 1994 по 2004 год, когда вышло первое издание. Я бы за него, честно говоря, наверное, не взялся бы, если бы знал, во что это все выльется. Но все началось с такого очень невинного предложения. Я уже сотрудничал с издательством «Русский язык», к сожалению, ныне подчившим в БОЗе. Но тогда это было очень авторитетное издательство при советской власти. И первые годы после, так сказать, распада Советского Союза. И они как-то предложили мне, ну, как бы, издать дополнение к известному словарю, русско-английскому словарю Александра Ивановича Смирницкого. Сказали, ну, что там, сейчас просто какую-то новую лексику добавить нужно. Ну, там, может быть, будет 100-150 словарных статей. Вот. Не могли бы вы эту работу проделать? Это вам ничего не стоит. Вот. Ну, и я легкомысленно согласился. Но оказалось, что там не 100 словарных статей, а, в общем, чуть ли не на четверть весь лексический состав этого словаря пришлось перелопатить, переделать. Я уже не говорю о том, что по-другому переработать значения. И у многих слов возникли новые значения. И, конечно, словосочетания, в которых они употребляются. Поэтому вот на 10 лет эта работа и растянулась. Да. Ну, а там каждый день или сколько-то дней в месяц, может быть, приходилось? Нет, ну, я работал над этим практически все свободное время. Вот как бы мне выдается, там несколько часов приходилось садиться за это и заниматься. Я повторяю, что я, в общем, не взялся бы за это, если бы отдавал себе отчет в том, во что это выльется. Понятно. Ну, когда уже сделали, я думаю, все равно такой труд на века. Ну, будем надеяться. Хотя все равно лексика очень быстро устаревает. Словарь нуждается в постоянных дополнениях, обновлениях. И сейчас уходит эпоха авторских словарей. Уже, в общем, я считаю, наступила эпоха коллективных словарей. Причем, может быть, даже вот таких, которые создаются самими пользователями, как Мультитран во многом. Или там Википедия. А вы Мультитраном пользуетесь в работе, да? Да, я пользуюсь Мультитраном. Ну, конечно, очень критически. Я всегда смотрю, кто добавил ту или иную единицу. Мне очень нравится, когда человек добавляет какие-то свои комментарии о том, где он нашел этот перевод, или что он думает по поводу ограниченности сферы его применения и так далее. Ну, и обязательно, конечно, перепроверяю, если у меня есть малейшие сомнения. Понятно. Хорошо. Перейдем к моей любимой теме перевода имен собственных. Аномастика, да, наука об именах собственных. Ну, сколько я к этой теме не подступаюсь, я как-то все убеждаю, что какой-то стройной системы выстроить невозможно, что ли. Есть у нас транскрипция, которая набирает все больше оборотов. Есть транслитерация, такой немножко устаревший механизм. Есть там транспозиция, когда мы еще углубляемся во внутреннюю форму слова и как-то переводим. То есть настолько все по-разному удалось, может быть, вам создать какую-то систему более-менее стройную. Ну, я уточню, вы имеете в виду систему передачи имен собственных с одного языка на другой. Не просто говорим об именах собственных вообще, а именно о межязыковой передаче. Вы знаете, дело в том, что вообще назвать кого-то каким-то именем – это дело условное. Именно, собственно, это конвенция некая, которая может быть изменена и которая менялась на протяжении периодов истории, даже очень коротких. Можно вообще заменить имя человека или другого объекта, когда оно переходит в другой язык. И вот занимаясь аномастикой и разрабатывая теорию передачи имен собственных, я поставил своей задачей выявить те обстоятельства, которые обуславливают наше решение использовать тот или иной метод передачи. И таких обстоятельств оказалось очень много. И я пришел к выводу, что в языке существуют так называемые антиномии. Вот не зря нас все-таки учили диалектическому материализму в свое время и закону о единстве и борьбе противоположностей. Здесь они действуют в полной мере, эти противоположности или, если хотите, противоречия, потому что при переносе имени из одной языковой среды в другую обязательно возникает целая гамма конфликтов. Ну, первое, с чем сталкивается переводчик, это то, что фонетические системы двух языков почти никогда не совпадают. То есть, если мы ставим в главу угла принцип сохранения фонетической формы, внешней звуковой формы имени, то мы наталкиваемся на различный состав фонем, на различные представления их лексемами. То же самое, если мы хотим вдруг провести последовательный принцип транслитерации, он может быть неосуществим просто в силу того, что нет взаимно однозначного соответствия между буквами, графемами разных языков или с тем, что эти графемы образуют такие сочетания, которые соответствуют совершенно непредставимым звукам в языке перевода. Но вы сами понимаете, что, например, транслитерацию при переводе с английского на русский применить невозможно. Тогда у нас будет не Ивлин-Во, а УАУГ какой-нибудь. Какие-то элементы встречаются иногда в транслитерации. Вот поэтому переводческая практика выработала некий такой комбинированный метод, который называется практическая транскрипция. Практическая транскрипция – это не просто какое-то описательное выражение, это термин, который означает некую систему правил, в которых объединены и принципы транскрипции, и принципы транслитерации. И эта система сложилась, в частности, в англо-русской транскрипции примерно в 60-е годы. И я считаю, что она себя хорошо зарекомендовала. Поэтому, да, просто дело в том, чтобы мы стремились последовательно ее реализовывать. Но, разумеется, только одна практическая транскрипция все равно не сможет нам во всех случаях на 100% помочь, потому что постоянно возникают новые факторы, которые это дело осложняют. Например, фактор благозвучия. Иногда все по правилам, но звучит неприемлемо. Ну вот по этой причине, например, те многие имена английские, которые начинаются с буквосочетания H-E-R, которые надо было бы переводить как Херберт, Херман и так далее, все-таки по-русски передаются по-другому. Есть культурные ассоциации, какие-то особенности этнолингвистические, фактор встраивания в грамматическую систему языка, фактор образования производных и так далее, и так далее. Ну вот я сейчас не буду на этом долго останавливаться. Я, в общем-то, этому книгу свою и посвятил. И тем, кто интересуется, я могу просто сообщить, что там приводится некий алгоритм действий переводчика, если он сталкивается с трудным случаем практической транскрипции, какие приоритеты ему выстраивать и предпочтение каким факторам отдавать, когда он пытается найти компромисс между этими многочисленными противоречиями. Но чиновники, судя по всему, зачастую не знают об этой практической транскрипции. Ну, судя по тому, как появляются вывески в том же Петербурге, ну и вообще в любом городе. То есть как-то тоже странно. Да. Странно, да. Да, вы знаете, да. Ну что, я уже про это тоже очень много писал, про это ведомственное аномастическое творчество. Причем самое забавное, что разные ведомства, каждый, так сказать, кустарным образом, каждый из них пытается что-то выработать свое. Там миграционная служба одно, даже другие подразделения МВД другое. И получается, конечно, полная чехарда. Ну что тут можно сказать? Вот это та сфера, я думаю, где, как говорится, недостает жесткой руки, что называется. Вот тут я, пожалуй, присоединюсь к тем, кто по ней тоскует. Ведь вот, знаете, в чем была самая большая заслуга большевиков, с моей точки зрения, в том, что они в 1918 году наконец-таки жестко объявили о орфографической реформе русского языка, которая много лет до этого разрабатывалась, дискутировалась. Одни ученые выдвигали одни теории, другие другие. Была разработана, наконец, эта реформа, но все ее тормозили и чиновники, и другие, так сказать, ученые, пока, наконец, кто-то вот просто не разрубил этот гордиффузел. И вот особенно в том, что касается русско-латинской транслитерации, то тут я считаю принцип транслитерации, причем взаимно однозначного соответствия, надо бы провести очень жестко и вот таким сильным волевым решением, сделав его обязательным для всех организаций и средств массовой информации. Очень много проблем будет решено. Ну, да. Ну, я тоже согласен, что в области языка какая-то политика все-таки нужна. А на сегодня у нас она отсутствует, да, можно так сказать. Да, к сожалению. Да, то есть какое-то регулирование все-таки нужно, да, может, оно не должно быть каким-то слишком тотальным. Как во Франции, мне нравится, как во Франции, например, вот там есть специальная академия, и они какие-то предложения вносят, там, чтобы не было тоже избытка заимствований. Вот. Я знаю, что у нас тоже, в общем, достаточно неплохо действует комиссия, орфографическая комиссия в Академии наук, но она натолкнулась на большое количество именно бюрократических препятствий и вмешательств людей некомпетентных. Поэтому вот такие вещи и у нас и не получаются. А язык, между тем, и движется дальше, и мы вот не замечаем, а у нас в языке появляется очень много несоответствий между написанием и произношением. Уже давно пора и в русском языке определенные коррективы в орфографические правила внести. А, например, какие? Ну, например, слово «сегодня» пишется «г», а читается «в». Ну да. И последнее, Дмитрий Иванович, уточнение по поводу передачи имен собственных. Вот все-таки транспозиция и смысловой перевод. Это мы отметаем, да, вот с вашей точки зрения. То есть там «Шарлемань» вы перевели бы сегодня как «Шарлемань», а не у кого там Карла Великого. Ну, ничего подобного нет, конечно. Нет. Есть так называемая традиционная передача имен собственных. поскольку мы не можем отсечь историческую традицию, которая сложилась, которая прослеживается по огромному количеству источников. И это целый пласт имен собственных, который, конечно, нуждается в том, чтобы его сохранить. И если и как-то корректировать, то очень аккуратненько. Такие коррективы, кстати, можно делать. Ну, в свое время, например, город Халл в Англии назывался Гуллем. И несмотря на историческую традицию, все-таки потихонечку его переделали в Халл. Или, например, имя Дарвина, Диккенса раньше писали через мягкий знак «Чарльз», а сейчас еще чаще без мягкого знака «Чарльз». «Чарльз», Дарвин, «Чарльз», «Диккенс». Ну да, ну, с этим даже более понятно. А вот смысловые всякие моменты, например, не знаю, там, центральное название, центральное, как это, «Сентралная» или «Сентрал», вот тут бывает такая тонкая грань, такая, не очень понятно. Да, но здесь опять-таки вступает в действие вот эта антиномия между формой и актуальностью смыслового наполнения того или иного названия. И, конечно, что касается каких-то, например, городских топонимов, урбанонимов, то во многих случаях их переводят семантически. Это тоже я в книге написал, так что нет, вы, пожалуйста, меня не зачисляйте в стороннике формалистической передачи. Я всегда настаиваю на том, что семантический фактор тоже играет очень большую роль. Хорошо. Дмитрий Иванович, мне очень понравилась ваша идея о том, что письменный перевод – это фундамент для обучения устному переводу. А можно ли сказать, что устный перевод в каком-то смысле – это следующий этап развития переводчика? Не знаю. Думаю, что это просто у каждого к чему-то больше, может быть, лежит душа, к чему-то меньше. Одни эффективнее работают в области устного перевода, другие в области письменного. А кому-то, например, и то, и другое нравится, как мне. Поэтому нет, я не думаю, что если ты переводишь устно, то это какой-то следующий этап. Ну, понятно, что для этого требуется, может быть, какой-то навык более оперативного построения эквивалентов, эквивалентного текста. Соответственно, особенности памяти должны быть некоторые оттренированные. Но я не думаю, что переводчики того или иного типа как-то стоят одни над другими. Ну, хорошо, да. Ну, окей, еще немножко философии, если позволите. А вот то, что устные переводчики зарабатывают больше. Ну, это же так? Почему так? И нормально ли это? Ну, вы имеете в виду синхронные переводчики или последовательные тоже? По-моему, последовательные не очень хорошо платят. Ну, синхронные, да. Но как-то в сторону устного, в сторону как будто бы получше с оплатой. Ну, вы знаете, ну, хорошо, возьмем последовательных переводчиков. Я, например, давно уже последовательным переводом не занимаюсь, потому что это очень тяжелая психофизиологическая работа. Почему? Потому что даже по сравнению с синхронным переводом она гораздо более энергозатратна. Во-первых, последовательный переводчик, как правило, работает в одиночку. А во-вторых, у него нет ни секунды для какого-то отдыха. Потому что в те моменты, когда он молчит, он все равно напряжен, он слушает, он воспринимает, он перерабатывает информацию внутри себя. Это, кстати, часто наши заказчики совершенно не понимают. Мне приходилось работать, скажем, в группе, где надо... Ну, или в небольшом таком, на небольшом семинаре, где за круглым столом люди что-то обсуждают. И пока кто-то говорит, ты сидишь, слушаешь, а тебя кто-то хватает за руку и начинает задавать вопросы стороной. Думаю, что раз ты молчишь, то, наверное, вполне способен послушать кого-то еще. Так что, наверное, не зря им платят такие деньги. А что касается синхронистов, то, конечно, это настолько большое напряжение на мозг. Ну, это уже не мной одним давно доказано, что, да, эта работа заслуживает повышенной оплаты. Ну, хорошо. Окей, Дмитрий Иванович, вопрос про письменный перевод. Всегда мне было интересно, вот примечание переводчика, да, вот такой жанр, ну, как-то воспринимается зачастую неуместно. Как вы считаете, нормальная эта история, да? То есть переводчик себя немножко показывает. Ну, то есть чаще всего переводчика не видно, и как бы можно чаще всего, наверное, обойти именно примечание самой работы, самим переводом. Вот, какое ваше мнение? Ну, да, в каких-то... Понимаете, все зависит от того, вот я об этом тоже говорю в своих лекциях, входит ли та единица, которая нуждается в пояснении в так называемую лексико-тематическую сетку текста, или не входит. То есть является ли она одной из стержневых для... или ключевых для восприятия и понимания этого текста? Ну, вот я вам просто приведу пример. Правда, это не из области устного перевода, не из области письменного перевода, да, из области устного, но все равно тут даже и в устном переводе приходится делать примечание. Вот я переводил один семинар, где речь шла о поисках внеземных цивилизаций и каких-то там космологических, астрономических концепциях. И вот у астрономов и космологов у них очень популярна так называемая «The Goldilocks Theory». То есть, если дословно переводить, «Теория Златовласки». Ну, вот как бы можно так перевести и продолжать делать вид, что все все поняли. Но когда я это делал на данном круглом столе, я видел, насколько, так сказать, исполнились непонимания глаза и лица русских участников. Поэтому в перерыве, ну, буквально пришлось их собрать и объяснить им, что «Златовласка» – это, так сказать, английский вариант, и точнее у нас сказка «Три медведя» – это русский вариант английской сказки про «Златовласку», что «Златовласка» не просто забиралась там в кроватки или садилась на стульчики этих трех медведей, а она выбирала именно средний вариант, не самый большой, не самый маленький стульчик. Кстати, Лев Толстой, по-моему, немножко в этом смысле все написал по-другому. Она, там не у Маши, ей нравилось то, что было предназначено для маленького Мишутки. А в оригинальной сказке «Златовласка» наоборот, она выбирала именно ни большое, ни маленькое, ни горячее, ни холодное, и удовлетворялась самым таким вот нейтральным, средним вариантом. Почему это важно? Потому что астрономы считают, что именно в планетарных системах планеты, занимающие среднее положение, где ни жарко, ни холодно, и не слишком далеко от звезды, и не слишком близко, там создаются оптимальные условия для возникновения жизни. Вот всю эту красоту мне пришлось изложить этим участникам, чтобы они наконец начали понимать, при чем тут какая-то «Златовласка» и что она там делает. Но выбросить эту «Златовласку» было невозможно, потому что это был ключевой элемент построения всей презентации. Там она упоминалась, ну, я не знаю, десятки раз, и даже если бы я ее заменил на какую-нибудь там Машу и Медведей, то все равно бы никто ничего не понял. Поэтому примечания необходимы. Вкропить такое в текст тоже, наверное, невозможно. Да. Ну и в письменном тексте придется делать примечания. Ну да, согласен. Просто в советское время очень любили примечания переводчика, там даже целые были страницы такие. Ну, знаете, я вообще люблю примечания. Писать. Если вы в курсе, то вот к своим переводам из Кэрролла я составил большие примечания. Они составляют до 40% объема всей книги. Но я понимаю, что нельзя отвлекать внимание читателя, поэтому у меня примечания убраны в конец. А отсылочки к ним сделаны очень аккуратненько, в конце строк. Вот. Так что их можно до поры до времени игнорировать. А уж если захочется, тогда и почитать. Понятно. Хорошо. Дмитрий Иванович, ваш перевод «Алиса в стране чудес». Ну, до вас уже было 8 переводов, не меньше. Все-таки главный мотив сделать еще один перевод все-таки в том, что вы нашли неточности, ошибки или вот прямо «Зов сердца» и ваша любовь к Льюису Кэрролу. Или то и то. Ну, я сразу вам скажу, что ошибок я нашел немало в других переводах. Но «Зов сердце» – это тоже верное определение. И больше того, я вам скажу, что я начал переводить «Алису в стране чудес», когда мне было 7 лет, и когда никакого английского языка я еще не знал. Да, у моей сестры была эта книга на английском. И она была издана совершенно непритязательным образом, в общем, ничего особенного, но каким-то образом завладела моим вниманием, как-то стала притягивать к себе. И я, положив эту книгу перед собой, решил, что я смогу ее перевести, если вот возьму англо-русский словарь Мюллера и буду прям по одному слову выписывать соответствие из этого словаря к тем словам, которые я читал в этой книге. Ну, конечно, у меня ничего не получилось. Но вот это притяжение… Ну, если нет, можно сказать, что получилось. Ну, потом, да, притяжение, оно сохранялось. И я уже, когда начал изучать не только язык, но и перевод в УЗИ, вернулся к этому делу. И я вам должен сказать, что мой перевод «Алисы в стране чудес» был закончен в 1976 году. Первый его вариант, конечно. Когда еще, в общем, ну, почти никаких переводов и не было. Ну, то есть были дореволюционные переводы, но они были недоступны советским людям. Был перевод Оленича Гнининка, такой буквалистский перевод, который раскритиковал Нина Михайловна Дымурова, оставив от него буквально камня на камне. Ну, который свой сделала перевод, да. Да, и был перевод Дымуровой, который вышел в 1967 году в Болгарии. А в Советском Союзе его, ну, практически невозможно было достать. Вот. То есть он тоже был практически никому неизвестен. Единственное... А почему так? Почему в Болгарии? Ну, потому что... Почему в России он не вышел, да? Да потому что он был из Донсофии. Вот. Единственное место, где его иногда можно было купить, это был магазин книг социалистических стран, где иногда, так сказать, ну, какие-то небольшие партии этой книжки выбрасывали. Нет, я просто подумал, какие-то цензурные соображения, может быть. Нет, нет, нет. Ну, понятно. Чисто вот так сложилось. Понятно. В силу обстоятельств. Нина Михайловна рассказала об этой своей работе в статье «Голос и скрипка», которую опубликовала в сборнике Мастерства перевода в 1970 году. Но ее перевод уже в Советском Союзе вышел только в 1978 году в издательстве «Наука», и он уже был сильно переделан по, так сказать, требованию этого издательства, у которого были свои критерии, поскольку книга выходила в серии «Литературные памятники». Но об этом можно очень долго говорить. И, кстати, я об этом тоже лекцию записал, которая называется «Кто украл пирожные из страны чудес?» Желающие могут в интернете ее найти. Короче говоря, когда я сделал свой перевод, то я, в общем-то, ни одного другого перевода не видел. Да, ну и, конечно, еще набоковский перевод был написан к тому времени, но в Советском Союзе набоков был тогда запрещен, и, естественно, этот перевод тоже достать было невозможно. Ну, а потом я показал этот перевод Марии Федоровне Ларье. Это была очень крупная переводчица, с которой меня познакомил мой учитель Якова Щерецкер. И она как раз сказала мне, вы знаете, сейчас идет гонка на опережение между тремя издательствами за вот серьезное советское издание как раз «Алисы в стране чудес». Между издательством «Наука», где готовился перевод Демуровой, издательством «Детская литература», где готовился перевод Захадера, и издательством «Художественная литература», где планировалось издать перевод Александра Щербакова. Но это был очень слабый перевод, который, в общем-то, попал в издательство просто под сильным давлением каких-то там влиятельных персон. И Марию Федоровну в добровольном принудительном порядке попросили отредактировать этот перевод, чтобы избежать хотя бы самых грубых ошибок. Но ей все равно, в общем, не удалось кардинально исправить этот перевод, потому что он, я считаю, оказался одним из самых-самых слабых, мягко выражаясь. Ну вот так вот. А то, что выходило в 90-е годы, это, в общем-то, переводы, которые я считаю непрофессиональными. Ну, в любом случае, они мне были незнакомы до поры до времени, а уже когда я стал готовить собственный перевод, я тогда познакомился с ними. Я написал какие-то свои комментарии к ним вот в примечаниях к своему изданию. И более того, мне пришлось познакомиться с 11 переводами «Алисы в стране чудес» по просьбе Американского общества по изучению Льюиса Кэрролла, в журнале которого я опубликовал свою критику статьи филолога Фэн Паркер, которая эти 11 переводов анализировала. И, кстати, совершила какие-то чудовищные искажения. Она вознесла переводы очень слабые и, наоборот, обругала хорошие переводы. Например, перевод Демуровой она назвала плебейским и насквозь советским. А перевод Чербакова очень слабый вознесла до небес. Ну и вот мне пришлось ответить на эту критику и я защищал перевод Нины Михайловны и показывал, в чем Фэн Паркер оказалась неправа. Ваш перевод по сути был сделан в 70-е, а вышел только в 10-е годы 21 века. так что я над ним возвращался, конечно, и, может быть, оно и хорошо, потому что Кэрролл это настолько многослойный, настолько глубокий писатель, что постичь его можно только в результате очень долгого, долгого и, может быть, долгого изучения и, может быть, накопления собственного жизненного опыта. Это точно самый основательный перевод, самый тщательный. Ну, я имею в виду, хотя бы потому, что вы его делали 40 лет, можно сказать. Ну, да. Хорошо. Ну, меня все удивило, что у Набокова такие странные были варианты, как Алису, он Аней зачем-то назвал, Вильгельма Завоевателя, Владимиром Мономахом. Я вам объясню, в чем дело. В литературе какие-то такие решения меня удивило. Ну, во-первых, вы не забывайте, что когда он сделал этот перевод, ему было 22 года. Так что он еще был, в общем-то, начинающим писателем. Во-вторых, Набоков, он же все-таки был осколок дореволюционной школы, как ни крути, правильно? А в 19-м, начале 20-го века в дореволюционный период было принято русифицировать иностранные сказки и вообще произведения, предназначенные для детей, особенно английские, потому что Англия тогда была мало знакома русским читателям. Английский язык был малоизучаем, больше знали Францию, Германию. Соответственно, реалии Англии казались чем-то совершенно экзотическим, непонятным, туманным. И поэтому вот эта традиция русификации, она стремилась сделать сказку доступной русским детям. Ну и, наверное, на определенном этапе историческом это было оправдано, но потом уже нет, потому что, во-первых, мир стал глобализоваться и глобализоваться он стал давно, не только в 90-е годы, а во-вторых, взгляд на перевод изменился, изменилась школа перевода, возникла теория перевода, и мы стали понимать, ну вообще, специалисты стали понимать, что задача переводчика именно в том, чтобы показать оригинальные произведения во всей его красоте и тонкости, и отразить тот мир, который в этой сказке предстал, а не переделать его во что-то совершенно другое или перенести на русскую почву. Из этого и ничего и не получилось. Да, этим же отчасти ведь объясняется и употребление в былые времена транслитерации при передаче имен собственных, потому что люди просто не знали, как это произносится и в рамках текста передавали. Окей. Хорошо, Дмитрий Иванович, пару слов о переводе на иностранный язык. Я вас не спрашиваю, можно ли переводить на иностранный язык, потому что вы человек, который на мой взгляд замечательно перевели в том числе и Есенина, по моему мнению. Но, тем не менее, у меня такой вопрос возник. А вообще, как переводится русская литература на английский язык, на иностранные языки? Потому что я уже не раз слышал мнение, что есть много вопросов к этим самым переводам. То есть, англоязычные переводчики просто-напросто не понимают каких-то реалий и, в общем, много проблем. Но так ли это? Вы знаете, да, проблема здесь вот в чем. Англоязычные переводчики, то есть, носители английского языка, они, сталкиваясь, ну, в частности, с русской поэзией, они действительно просто-напросто непривычны к образному строю нашей литературы. Вот я вам приведу пример. У Есенина есть известная строчка «В саду горит костер рябины красной». Ничего особенного, но если перевести эту строку так, как есть, «There's a rowan fire burning in the garden», то читатель на английском языке поймет это буквально, что из рябиновых поленьев сложен костер, который там горит. И я уж не говорю про какие-то более сложные метафоры, которые используют наши поэты и писатели. В общем, Как вы перевели? Ну, вы же переводили. Я перевел, используя скрытое сравнение. «The rowan fire red», то есть «Рябина красна, как огонь». «But little wonder» и так далее. И я, кстати, к этому варианту пришел не сразу, я, между прочим, работаю всегда с редакторами. У меня есть англоязычный редактор, на котором я, как говорится, проверяю, прогоняю эти тексты, добиваясь того, чтобы они были, действительно, достигали цели и понимались так, как задумано автором, а не вот таким примитивным образом. и мне мой редактор сказал, что если перевести это дословно, то это будет восприниматься действительно как костер из рябины, не более того. Поэтому долго мял эту фразу, обкатывал какие-то другие варианты, и вот пришел уже к тому, когда он мне сказал, да, это действительно воспринимается как метафорическое сравнение. Ощущение, что вообще переводческое дело очень сильно продвинулось вперед за последние, не знаю, 50 лет, прям колоссально. Ну, качество перевода прям растет. Ну, не знаю. Вот это я не знаю. Именно художественная литература, нет? Да просто появляются новые-новые версии, да, вот того же Рьюиса Кэрролла, да, и они учитывают ошибки предыдущих переводчиков. Нет. Нет, ну, это дискуссионно, возможно. Нет, ну, то есть, наверняка, то есть, это правда, что выходят новые хорошие переводы, и в том числе, когда я смотрю иногда фильмы американские в русском переводе или с русскими титрами, мне часто нравится, как это переведено и насколько переводчик проник в смыслы автора, но я вот как раз на примере Есенина столкнулся и с тем, что есть огромное количество, я не побоюсь этого слова, графоманов, которые ринулись буквально переводить и наполняют интернет своими переводами, ну, практически всей русской литературы и русской поэзии. это, в общем, знаете, я отношу вот к какому феномену, ведь когда мы изучаем язык, в изучении языка наступает несколько этапов, не знаю, замечали ли вы за собой, но вот я за собой заметил на втором, кажется, или третьем курсе, что наступил момент, до которого мне было довольно сложно изъясняться на английском языке, а потом вдруг я ощутил какую-то необыкновенную легкость, и мне показалось, что я владел английским языком, что я могу без проблем общаться, что я теперь понимаю почти все, что говорится, я понимаю фильмы, в общем, вот это ощущение окрыляет, и ты уже думаешь, ну, все, я теперь молодец, я кое-что из себя представляю, и вот в этом, это, кстати, очень обманчивое впечатление, да, человек еще не понимает того огромного горизонта незнания, которое открывается за вот этим сформировавшимся кусочком системного знания освоения языка, и очень многие люди застывают на этом этапе, к сожалению, но окрыленные вот этим ощущением, они думают, а что бы мне не взяться там за Ахматову или Цветаеву, причем не попробуя себя ни в чем более простеньком, не переведя ни одного рассказика, они сразу берутся за мировые шедевры и выкладывают их переводы в интернет, и вы думаете, вот я это говорю просто так, я получаю постоянно письма такого содержания, я вот, например, учитель, учительница там средней школы, и вот мне захотелось там перевести произведение Марины Цветаевой, поэму Марины Цветаевой, посмотрите, пожалуйста, хорошо ли у меня получилось, и я вижу, что там даже о грамматике нельзя вести речь в элементарном словоупотреблении, но человек этого не понимает, он не видит своих недостатков, он себя не способен анализировать. И что вы отвечаете? Ну, вы знаете, я стараюсь, конечно, предельно деликатно, но все-таки показать человеку, что ему рано еще браться за такие произведения, но реакция бывает разная, и если я вижу, что это действительно какое-то неисправимый графоман, то я просто прекращаю переписку и больше не реагирую. Оказывается, есть просто графоманы, а есть переводчики графоманы тоже. Да, да, и, кстати, если вы посмотрите, то интернет забит переводами Есенина на английский язык. Да, а многие из этих графоманов это те люди, которые эмигрировали в Америку в 90-е годы, ну, или в Англию, причем у них нет лингвистического образования, и, может быть, даже английского языка то они не знали, но они там, скажем, на какой-то технической специальности подучились, освоили разговорный язык, и вдруг им захотелось заняться переводом. Им показалось, что они могут переводить художественную литературу, и, поскольку издать, в общем-то, свое произведение не так сложно, вот они выпускают эти свои переводы там тоже, и иногда даже добиваются каких-то положительных рецензий на них. Ну, с одной стороны, приятно, что профессия переводчика имеет некий престиж, но, с другой стороны, надеюсь, этот факт никого не демотивирует, наоборот, мотивирует, потому что есть большое поле для качественного развития. Ну да, я, знаете, я вспоминаю знаменитый фильм по рассказу Чехова, пьеса, где Фаина Раневская играет и говорит, ну, я занимаюсь переводами с французского, так что это явление далеко не новое, и, в общем, наверное, мы будем вынуждены с ним жить и дальше. Но наша задача все-таки, так сказать, анализировать и отсортировывать качественные переводы от упражнений по переводу. Ну, на сегодня это прямо один из фундаментальных навыков, я бы сказал, сортировка качественного от некачественного. Хорошо, Дмитрий Иванович, прежде чем мы перейдем к завершению, к Блицу, у меня вопрос про обучение переводу. Вопрос совершенно без подковы, без иронии. Как вы думаете, все-таки наше современное отечественное образование не перегружено теорией в целом? Надо-ка что-то менять или все в принципе нормально? Нет, насчет перегрузки теории, вы знаете, мне трудно сказать, потому что я не знаю, как, я думаю, дело не в том, не в объеме, дело в качестве, в качестве преподавания перевода, потому что, когда я учился, мне теории перевода было мало, хотя уж, казалось бы, на переводческом факультете Яза, ее давали в очень хорошем объеме, но заслушав лекцию Якова Ищерецкира, я был очень рад, что он читал свои курсы не одновременно с Александром Давыдовичем Швейцером, и я буквально на следующую пару бежал на лекцию Швейцера, который читал на другом потоке, Я тоже люблю теорию, просто у меня вопрос практически, насколько потом это нужно, что ли, насколько целесообразно в таком практически ориентированном мире. Теория нужна просто для того, чтобы вы сами понимали, насколько ваш перевод корректен, чтобы вы могли доказать кому-то, кто будет его критиковать или придираться к нему, что вы поступили обоснованно, сделав тот или иной выбор, и, кроме того, просто, когда вы работаете, вы отдаете себе отчет о том, что вы работаете уверенно и осознанно, а не подбирая просто случайные эквиваленты. Здесь просто идет речь о разрыве между теорией и практикой. Я считаю, что теория должна преподаваться буквально синергетически с практическим преподаванием перевода. Вот если вам по теории говорят, что у Комиссарова есть теория уровня эквивалентности, вот он выделил столько-то уровней, ну, хорошо, бедный студент это учит, запоминает название уровней, потом сдает экзамен и облегченно вздыхает, что, господи, наконец-то это кончилось, мне это больше не надо. А на самом деле на практическом занятии ему должны сказать, а вот скажи-ка, на каком уровне ты только что перевел это предложение или высказывание. И вот когда он поймет, что это должно входить в плоти крови его переводческого подхода, тогда и теория не будет казаться лишней. Мне кажется, так. Понятно, спасибо. Простите, если еще что-то добавить по поводу преподавания перевода, то я считаю, что нужно обязательно расширить преподавание русского языка переводчикам, потому что даже в языковых вузах чрезвычайно мало, малый объем курса русского языка и вернуть, обязательно вернуть латынь. Нам в свое время ее преподавали, латынь это основа всех романских языков, всей научной лексики, так что без нее никуда, она постоянно вылезает, и если не понимать каких-то даже основ этого языка, то переводчикам трудно. Ну, я согласен, очень многие просто даже незнакомые слова можно понять благодаря корням, если ты знаешь перспективу этимологическую. Хорошо. Что же, Дмитрий Иванович, блиц, короткие вопросы с короткими ответами. Доктор Ватсон или доктор Уотсон? Доктор Уотсон, так как это написал корень Иван Чуковский. Ютуб или Ютьюб? Ютьюб. Хорошо. Так же, как, например, Алан Тьюринг, это же то же самое сочетание звуков. Мы же не говорим Туринг, основоположник кибернетики. Код Дивуар или Берег Слоновой Кости? Код Дивуар, согласно наименованию принятому Организации Объединенных Наций. Да, но Берег Слоновой Кости так попоэтичнее зато. Ну, может быть, в каком-то приключенческом романе, конечно. Хорошо. С Украины или из Украины? Это зависит от того, с Петербурга вы или из Петербурга. А, значит, из. Хорошо. считается ли вы справедливым, что английский язык, который, в принципе, язык непростой, стал все-таки международным языком? Да, я считаю это закономерным, потому что это язык современной науки, информатики и очень многих других до бизнеса. Поэтому этим и объясняется торговля, мореплавание, так что этим и объясняется его роль в современном мире. Окей. Капитализм или социализм? Вы знаете, эти термины всеми понимаются по-разному, поэтому я скажу так. Рыночная экономика с мощным социально и экологически ответственным регулированием. Хорошо. Поэзия или проза? Пожалуй, это такая проза, которую хочется пересказать стихами. Кстати, у меня были такие моменты, если у нас есть минутка. Я переводил сказки Шарля Робера Дюма, французского писателя, и у него они написаны, конечно, прозой, но очень часто перерастают или как бы перемежаются стихотворными вставками совершенно естественным образом. и мне в некоторых местах захотелось воспользоваться методологией этого автора и какие-то фрагменты я перевел стихами, а не прозаически, как это было в оригинале. Интересно. Могли бы вы употребить слово негр в переводе? Да, мог бы, особенно если в оригинале негро. Ага, хорошо. Все ли можно объяснить? Думаю, да. Да? Конечно, наука для того и существует, чтобы объяснять непонятное. Хорошо. Если бы вообще не было профессии переводчика, кем бы вы хотели стать? Я бы, наверное, стал художником. У меня есть художественное образование. Я окончил Московский художественный академический лицей. Хорошо. Спасибо, Дмитрий Иванович. Спасибо огромное за ваш труд, за ваш вклад в развитие филологической мысли. И у нас на повестке конкурс от Дмитрия Ивановича Ермоловича. Мы сейчас дадим несколько предложений на английском языке. Я их зачитаю. Да простят меня любители безупречного английского произношения. Мы попросим наших зрителей дать свои варианты перевода в комментарии и выберем три лучших варианта и наградим их призами. Призами будут обучение на наших курсах переводческих и книга от Дмитрия Ивановича Ермоловича. Какая книжка это будет, Дмитрий Иванович? Ну, это может быть один из сборников моих переводов. То есть, вернее, одна из книг в моем переводе естественно с моим автографом или если кто-то пожелает это может быть монография по именам собственным в электронном виде. Отлично. Итак, зачитываю задание, мы, конечно, продублируем его в письменном виде. Вот, друзья, что ж, спасибо всем большое за просмотр. И в завершение я хотел бы в виде такого небольшого стихотворного напутствия зачитать цитату из ранних стихов Льюиса Кэрролла. Ну, я думаю, Дмитрий Иванович присоединится к этому напутствию. Учи грамматику и будь внимательным, пиши прилежно, поешь, пой нежно, будь полон планов, вставай же рано, пройдя шесть миль, стань резв, как жиль, будь веселей, приняв друзей, пей чай, не виски, не ешь и риски, будь хлеб твой с маслом, а слово ясным. Хорошее пожелание. Продолжение следует... Продолжение следует...